Нам сказали этого нет, этого не существует, а на самом деле все творится на тонком плане. Каждая реальность, она имеет свои физические свойства, то есть есть коридор вибраций. Физический мир 3D, это мир ограничений. Где 4D потерялась? Чтобы из этого мира перейти, его нужно разрушить. И сейчас идет борьба со злом на разных уровнях. Все проходят экзамен, все человечество проходит экзамен. Я сегодня вам подарю одну квантовую технику. Вот это просто бомба будет. Квантовость это как раз тот невидимый тонкий мир, который в 3D остался за границей. То есть мы нам сказали этого нет, этого не существует. Вот только то, что можно увидеть и потрогать, это есть. А то, что невидимое, это ерунда, это сказки. А на самом деле все творится на тонком плане. Все создается и зарождается на тонком плане. Элементарно мысль. Мы сначала думаем, потом подключается чувство, эмоциональное тело. Потом подключается ощущение, мурашки, ой, я хочу это сделать. И потом только идут действия. Никак не наоборот. Поэтому это однополярный мир, в котором законы работают так. Разделяй и властвуй. Это мир ограничений, это, скажем так, развитие через, любой человек развивается в этом мире, через препятствия, через ограничения, через болезни, конфликты, боли. А можно прямо на примерах? Вот человек в 3D реальности, да? И человек в 5D реальности. Как раз такие зрители, может быть, сейчас и поймут, где они в 3D или в 5D. И вообще у меня еще вопрос. А где 4D потерялась тут? Где мы пропустили этот момент? Это на самом деле вопрос, очень часто задаваемый в 3D пример. Допустим, я возьму свою жизнь. В своей жизни. То есть я работала по 12 часов. Было тяжело. Были болезни. Была нехватка денег. Конфликты с мужем. Непонимание с родственниками. Мечты, мечты, мечты. Оставались мечтами. Потому что на самом деле не хватало на них ни средств, ни времени и так далее. И вот это вот вечное недовольство собой и жизни. Это мир 3D. Когда есть любые какие-либо ограничения. Когда нет творческого вот этого потока. Когда ты хочешь и делаешь. То есть ты хочешь, берешь и делаешь. Или там тебе надо, оно раз, у тебя есть. Тебе нужна какая-то сумма на поездку, она у тебя есть. Вот этого нет. Это 3D, это ограничения. 5D, когда уже человек живет в 5D. Это полное отсутствие, во-первых, негатива. Его просто нет. Там полное глубокое внутреннее равновесие. Единство со всеми. Все равны. Мы ни с кем не разделяемся. Никого не судим. То есть это внутренняя гармония. И это уже какое-то состояние счастья. И в этом состоянии счастья мы берем себе нужные ресурсы. Вселенная, она очень изобильна. И вот в этом состоянии в 5D человек знает, как брать из потока, из вселенной все, в чем он нуждается, чтобы не жить в ограничениях. Если он осознает, что ему что-то нужно, он выполняет определенные практики, действия, которые в 5D работают. И через какое-то время он это имеет. Не напрягается. Минимум действия. Обратите внимание. В 3D это физические усилия. А в 5D это внутренние усилия. То есть я осознал. Я полчаса поработал с техникой. Запустил во вселенную свой запрос. И все. И я понимаю, что сейчас это все прилетит в нужное время. Меня очень часто удивляются. Говорят, я только попросила, через 3 дня у меня есть. Я только подумала, и мне тут же дарят то, что я хотела. Мне никогда так раньше не было. Потому что человек прошел, идет в трансформации. Он переходит ближе в 4D, уже в 5D идет. И естественно вселенная ему показывает, что он на верном пути. Она начинает ему дарить, давать то, что нужно, в чем истинная потребность. Не потому что там надо, а нужно. Она реагирует на нужно. Вот правильно ли я понимаю, что в 5D мы как бы себя изнутри перестраиваем на ту частоту, где я вибрирую на одном уровне со своими желаниями. А в 3D я как бы мечтаю, но моя внутренняя вибрация, да, они не сходятся как бы. А здесь все гармонично идет. Каждая реальность, она имеет свои физические свойства. То есть есть коридор вибраций. И имеет свои определенные возможности. Так вот в 3D, так как мы мечтаем жить, возможностей таких нет. И только когда мы начинаем развивать свои, повышать свои ресурсы внутренние, раскрывать свою внутреннюю силу, внутренние таланты, да. То есть следовать законам природы, а не тем, которые нас сдерживают, чтобы мы не вышли из подчинения, да. И вот в этом потоке ты потихоньку идешь и поднимаешься. Это как квантовый скачок, который происходит каждое мгновение. Он может произойти в любой момент. Подумали, вот как я обычно рассказываю, да, мысль. У меня хорошее, прекрасное настроение. И тут хлоп, мне кто-нибудь говорит о какой-то, ну, беде, там, несчастье, там, и так далее. Хлоп, и сразу вибрации снижаются. Я из того пространства уже опустилась в другое. И здесь я уже проживаю другое состояние. Если наоборот, я такая вот, устала там, то потом раз, и мне встречается знакомый, который говорит, слушай, я хотела с тобой созвониться, а тут ты мне вот сама в руки идешь. Мне такая идея, давай вот это, вот это, вот это сделаем. И у меня такой отклик пошел внутри. И я понимаю, что, блин, я просто ехала мимо. Я просто заехала на участок. Я просто увидела то, что увидела. И я поняла, что это та возможность, которая меня наполнила, вдохновила. И это новая реальность. Мое состояние переместилось на высокие вибрации. Я нахожусь в высоком пространстве. И самое главное для человека, это не съезжать вниз. То есть, если мы поднимаемся, пока это так. Мы туда, вот так вот, туда-сюда, туда-сюда. Это пока происходит практически у всех. Мы можем достигать состояния кайфа от самих себя, от жизни. У нас все получается, все здорово. Но при этом мы тут же спускаемся вниз, потому что мы нестабильны. А почему нестабильны? А потому что в подсознании существует прошлый опыт, отрицательные программы, установки, родовые, собственные и так далее. Там какие-то генетические коды и так далее. И они как бы раз и назад. И когда в подсознании я навела порядок полностью, вот эта вот качелька, она прекратилась. И ты находишься всегда на высоком уровне, стабильно. Да, я уже предвосхищаю вопрос на тему того, ну а как же привести тогда свое подсознание в порядок. Обо всем по порядку мы обязательно расскажем чуть попозже. А пока у меня вопрос... 4D еще. Да, куда сделать 4D? 4D. Интрига прямо. На самом деле, как только вы принимаете решение, что вы хотите жить иначе, что вы хотите справиться с вашими ограничениями, вы хотите улучшить жизнь, куда-то переехать, в общем найти другую работу. То есть послушать медитацию, послушать какого-то учителя, там мастера, проводника новой информации. То есть вы начинаете интересоваться новыми знаниями. Вы начинаете изучать квантовые технологии, квантовые техники, законы любви, законы космоса, да, мы называем их. Вот в этот момент вы переходите в 4D. Потому что мир 4D это мир трансформации. А, то есть это переход такой. Трансформация, сам переход, да, сам коридор перехода. Потому что в момент, когда я освобождаюсь от старого и изучаю новое, мне надо это новое внедрить в свою жизнь. Это же не просто так, ну я там послушала курс, мне там куча дали техник, практик, но я так послушала, курс закончился и я погрузилась в свою старую жизнь и живу как раньше. То есть не об этом речь, мы для чего изучаем? Для того, чтобы внедрить. И вот когда мы начинаем внедрять новые знания, когда мы работаем над собой с помощью квантовых техник, я сегодня вам подарю одну квантовую технику, вот это просто бомба будет. Почему? Потому что многие, а как достигнуть тишины? 4D это период трансформации, когда мы освобождаемся от старых убеждений, от обид, от агрессии, от каких-то матриц, которые мы сами даже не создавали. Потому что подсознание это такой ящик Пандоры, в котором хранится все прошлое вашей души. И естественно, я сама лично этого не создавала, но я вынуждена это проживать, пусть не сама этими эмоциями, мне окружающий мир будет отзеркаливать те программы, которые внутри меня. И я буду думать, что люди плохие. А на самом деле это мои программы, которые вызывают реакцию людей, а люди просто отзеркаливают это. Когда я это поняла, я говорю, ого, получается, моей жизнью руководит, какие-то программки подсознание создает условия жизни, оно создает события, это его функция. И в подсознании какие-то программки, которые я даже не создавала, я не имею к ним никакого отношения, но они внутри моего подсознания хранятся и, соответственно, они влияют на мою жизнь. Так же, как моя авария произошла. Почему она произошла? Потому что были программы, это кармическая ситуация, которую нужно было прожить и пройти. Почему? Потому что были эти программы. Вот я хочу остановиться и как раз таки хотела у вас спросить, откуда у вас появились эти знания, с чего все началось. И вот вы уже начали, поэтому давайте продолжим эту историю. Расскажите, откуда к вам пришла эта информация, в какой период? Ну, начну с того, что все люди, живущие здесь на земле, мы не просто сюда пришли, чтобы кушать, удовольствие получать от жизни, работать, спать и так далее. Мы сюда пришли как душа. И у каждого человека есть своя задача в этом мире быть полезным, дать что-то миру. И так как мы все индивидуальности, мы должны быть индивидуальны, мы не должны быть похожи друг на друга, то каждый дает свою какую-то грань, раскрывает, подсвечивает. И кому нужна эта грань информации, тот как бы притягивается, берет, ведет дальше. Так устроен мир. И моя душа точно так же пришла со своей задачей. Но при этом я об этом не знала, я жила в 3D, как и все, злилась, агрессировала. Я даже смотрю свои фото в прошлом. Там злая тетка, хотя мне там было 30 лет, извините меня, там злая тетка. Когда ты смотришь на это и думаешь, слава богу, что вот жизнь так устроена, что нас все равно приведут к реализации задачи души, хотим мы того или нет. И так же у меня случилось в 2006 году, а я начала, кстати, уже интересоваться. Тогда Правдина вышла, Луиза Хей вышла. Я так уже потихоньку стала интересоваться этой информацией. И мы поехали с семьей отдыхать в Крым. И по дороге до моря, 5 километров не доехали, произошла автомобильная авария, где я сломала позвоночник. Причем сломала его так, что он там раздробился во многих местах. И фактически это было для меня все. Тут лежит овощ полтора года, вокруг него бегают дети. Особенно маленькая, которой я уже об этом часто рассказываю, что она в глаза заглядывается, когда ты мне приготовишь борщ. А у меня тут, а я мама, я такая, как наседка такая мама была. А у меня тут взрыв мозга. И этот взрыв был один раз такой мощный, что он пробил все потолки. Но надо сказать, что перед этим я сначала плакала, жалела себя долго-долго. Потом я поняла, что мне все хуже и хуже становится. Хоть руки на себя накладывай от такого состояния. Потом вот ребенок меня вытаскивал. Потом я начала читать молитвы Богу. Молитвы слов мне подарили. Я начала читать. А что еще делать? Начала читать. И когда я его прочитала от корки до корки, я такая думаю, да блин, что ж такое-то? Я не могу, я не согласна с тем, что со мной произошло. И у меня на очередной раз поговорил ребенок со мной. У меня такой взрыв. И я прям почувствовала, это был крик души о помощи. Это были слезы. Это было, ну вот это вот именно душа кричала, как мать материнская. Я, видимо, пробила все потолки, которые были между мной и Богом, моим сознанием высшим. Я подключилась к своему высшему сознанию. Оттуда пошел поток горячей энергии. И он меня заполнил. И в этот момент я впервые уснула без боли. То есть это было, то есть я сразу выключилась. Я сразу уснула. И в моменте просыпания, когда я просыпалась, уже как в раю побывала. Состояние, когда тебе хорошо, когда тебе не больно, как исцеление какое-то шло. И я впервые вот в этой пограничной зоне пробуждения, я впервые в жизни увидела видение, видение. Думала, это сон сначала. А потом я поняла, что как-то слишком все реально. Я увидела видение Богородицы, которая, это Спарительница Хлебов, икона. Я тогда такой иконы никогда не видела. Я ее увидела только через два года, как уже встала на ноги. Она мне говорит что-то, а я ее не слышу. То есть у меня вибрации настолько низкие, что диссонанс между нами, даже видение не могла ее услышать. Она так мотает головой, что типа поняла. И появляется передо мной какой-то вот такой, как на латиноса похож образ мальчика, как официанта на разносе, у него лежит записка. Я открываю эту записку, я просто читаю глазами ее послание мне. И она сказала, что Бог тебя услышал, Он тебе поможет, тебе голос Бога у тебя будет внутри. И этот голос Бога, он следует ему, убирая сомнения, следует тому, что ты будешь чувствовать и видеть. И делая то, что будешь чувствовать и видеть. И тогда ты встанешь. В процессе вот этого вот обучения с потока, то есть я получала информацию. Мне показали прошлые жизни, которые были причиной этой аварии. Мне показали причинно-следственную связь. Я все осознавала, принимала выборы, решения. То есть я как бы исцеляла прошлое. Со мной такое происходило, и мне об этом сказать никому нельзя было, потому что в то время муж бы меня не понял. Это был 2006 год. Это был 2008 год. Вы знаете, просто интересно, что сейчас многие говорят о том, что у них, многие называют это активация шишковидной железы, связь со своим высшим я, и того, что вот вы сейчас рассказываете, что горело тело. Ну вот девочки, с которыми я общалась в интервью, они говорили, что горит вот именно вот эта часть, открывается про прошлые жизни, думаешь, что ты сошла с ума, никому рассказать ничего нельзя. Но по факту это то самое соединение. И хочется вот тоже небольшой инсайд сказать, что эта реальность 3D, тогда нужно было пройти через боль, чтобы выйти к своему высшему я. И насколько я знаю, вы тогда даже ничего не слышали про то, что там кто-то есть мое я. В то время этого и не было. Потому что когда я начала говорить о трансформации, о душе, о законах космоса, на меня смотрели вот такими глазами. Я говорю, секта, это сейчас люди уже готовы, прошло столько лет. Вы лежите, да, вот вам пришло это осознание, тело горит, понимаете, что что-то там происходит. И ваши действия какие? Просто идет информация, ты осознаешь и делаешь. То есть это работа с энергиями. Работа с энергиями, которая во мне появилась и которую мне учили направлять. То есть вот по сути вот здесь была создана методика квантовой терапии, работы с подсознанием, которая меня и спасла, по сути. Тогда у меня ничего другого не было. Которой вы сейчас делитесь. Которой я сейчас обучаю всех, пожалуйста, у нас, кто проходит базовый курс, он уже может приступать к этой методике, потому что это нужно. Строение, инструкция к телу, я второй блок называю, да. И там же изучаем законы космоса. Причем мы изучаем их не просто теория, да, как бы мы все знаем, что есть закон единства. А когда ты разделяешься? Вот ты в тот момент, когда ты человека осудил, ты вышел из поля трансцензиального, общего поля Бога, и ты вышел за границей. Ты стал в своё поле индивидуально, ты отделился. Когда ты изучаешь свою структуру, как ты устроен, как взаимодействует подсознание, какие механизмы существуют. И ты управляешь вот этим механизмом, который, это единство тела физической формы и энергии тонкого плана. Это два мира, то есть это двухполярный мир. Мир внутренний и мир внешний. Их надо соединить. И вот когда мы в этом базовом понимаем, кто мы и что мы, мы обретаем вот эту внутреннюю силу ресурса и идём дальше. Я думаю, что здесь самое время сказать о нашем первом подарке. Друзья, во-первых, ссылка на базовый курс будет внизу под этим видео. Вы сможете кликнуть, ознакомиться. Там есть расписание, какие-то моменты, которые касаются курса. А также мы с вами разыграем участие в базовом курсе за ваши комментарии. То есть вы просмотрите наше интервью, напишите какие-то свои инсайты, и мы рандомно выберем победителя и подарим участие в базовом курсе. То есть вы можете попасть на базовый курс, вот как сейчас Вселенная решит, вы сразу можете, прямо сейчас отправляете запрос во Вселенной. Если вам это интересно, если вы хотите попробовать, но хуже точно не будет. Вы потом оцените, для чего Вселенная точно знает, кому сейчас больше всего это нужно. И она вам обязательно даст. Через неделю, да, будем разыгрывать? Да, через неделю. Можем мы затронуть вот такую тему, что сейчас вообще происходит в России. Не знаю, насколько вы хотите об этом говорить. Если нет, то мы просто вырежем, как бы, да, ничего. Но действительно, мне интересно, ваше видение, как человека, который связан с потоком, что вообще происходит, когда это закончится, для чего нам это надо. И действительно, сейчас многие семьи рушатся, потому что мы становимся на разных полюсах. На разных полюсах. Но рушатся не потому что... Вы понимаете, сейчас проходят, все проходят экзамен. Все человечество проходит экзамен на любовь. И нам говорят, вспомните, что такое любовь. Но имеет она другое политическое значение. Мы не должны об этом сказать, но эта тема закрытая в доме. То есть, когда мы общаемся, мы эту тему просто не поднимаем. Мы бережем друг друга, потому что вот она любовь, экзамен на любовь. И так должны, по идее, все. То есть, мы имеем право на свободное мнение. Мы имеем право на какую-то ошибку. Самое главное, что впереди, когда все вскроется, и когда всем все станет понятно, и оглядываясь на обратный путь, который вы прошли, люди, те, кто ошибался, они смогут увидеть истину, и смогут понять, они пройдут свой опыт. А есть ли те, кто ошибается, потому что все же относительно? То есть, есть правые, а есть неправые? В любом случае судить нельзя, потому что человеческий разум, он не в состоянии увидеть с этой точки, где мы находимся, план Бога, план Вселенной. Это эволюция. И вот переход, который сейчас происходит, он должен... Вот представляете, что такое 3D? Разделяй и властвуй. Это коррупция, это насилие, это несправедливость. Вот в каком мы мире живем. Вот чтобы из этого мира перейти, его нужно разрушить. Нужно победить зло. И сейчас идет борьба со злом на разных уровнях. Люди, каждый проживает тот свой сценарий, с которым они пришли. Они находятся там, где они должны быть. И проживают то, что они должны быть. И здесь наша задача не кого-то обвинять в своих проблемах, а быстренько, как это сказать, простить, принять и понять, а для чего все это. Это как раз для того, чтобы люди вспомнили о том, что есть душа, что не все ценно, то, что блестит. Самое главное – это остаться человеком. Остаться человеком с большой буквы. И сейчас происходит, как это сказать, переход, меняется полностью, система мировая, лидерская система меняется. И на минуточку, 300 лет назад, и даже, может быть, больше, сколько было пророчеств о том времени, в котором мы проживаем. Как вы думаете, вот сейчас те участники процессов, они в чем-то сейчас виноваты? Они выполняют свою миссию. Каждое государство выполняет свою миссию. Потому что идет тот план, который был создан нашим взаимодействием в прошлом и планом Бога. Слушайте, а тогда у меня такой вопрос. Если вот тогда, 300 лет назад, все предсказывали, вот она сейчас воплощается, тогда, по сути, мы, как марионетки в этом мире, вообще никакой роли не играем, что ли? Если все есть... Пока мы в 3D, мы не можем поменять мир. И поэтому сейчас нас пробуждает через боль, через ту же пандемию. То есть нас потихоньку вырывает из тех комфортных условий. Для чего? Для того, чтобы мы посмотрели вовнутрь. Чтобы мы, начали меняться изнутри, чтобы мы тянулись к свету, к добру, устали все так жить. И вот этот внутренний переход на определенном уровне, когда человечество выходит, и его общая человеческая воля, она начинает создавать другой сценарий. Вот, допустим, у меня в центре, Феникс, мы работаем много лет уже, мы работаем с пространством, мы энергетически убираем агрессию, вот это все, что есть между людьми, пространство между государствами, мы просто чистим, как вот дома убираешь, генеральную уборку делаешь, так же и там тоже. Почему мы это делаем? Потому что, а если не мы, то кто? Потому что от этого зависит уровень нашей жизни. И когда люди начинают понимать свое предназначение, что я могу свою волю направить на улучшение мира, и мы на всемирных медитациях, нас там больше 150 человек собирается, они со всех стран, люди соединяются, мы конкретно используем, опять же, квантовые технологии, мы собираем, фокусируем всю силу, которой каждый проводником является, мы направляем эту силу на создание нового сценария, то есть как мы хотим жить в мире 5D. И я знаю таких групп много, многие группы сейчас медитируют о том, как будет жить, как люди будут выглядеть. То есть мы создаем в матрицах ментального тела, мы создаем новое будущее, новый мир. То есть я раньше думала, о, я как-нибудь проснусь, и мы уже в новом мире. А потом поняла, когда постепенно развивалась, очищалась, осознанности приходило больше, информация приходила больше. И я такая понимаю, что надо его сначала создать. То есть я буду в этом мире жить, но мне его придется самой создать. И создать его надо сначала в своем вот тут внутреннем мире. То есть, по сути, если я вас, например, спрошу о том, когда закончится вся эта эпопея, то это будет зависеть только от нас, если мы станем более осознанными. От людей и от планеты. Потому что я, как я предполагаю, ну это чисто мое сугубо мнение, это не информация с тонкого плана, это мой анализ, мой вывод, скажем так. тогда у меня такое ощущение, что все это может прекратиться только после того, как земля встанет на дыбы. То есть ей все это уже надоело. Она начнет катаклизмами просто вразумлять людей и станет не до всего этого. То есть нас ждут катаклизмы? Может быть такое, потому что, ну не то, что там они прям такие серьезные будут, как когда-то. А какое самое безопасное место, когда катаклизмы будут? Россия, Сибирь и Алтай. Алтай. Алтай, это то, почему вы, наверное, там строите свой город света. Да, именно поэтому я там город света буду строить. Мы уже начали. Да, слушайте, ну действительно, это же самое сильное место считается у нас в России. Да. Самое безопасное. Самое безопасное. Скоро все мы пойдем к вам просто со всего света в ваш город свет. А для чего? Что это за центр будет? Это будет трансформационный центр. Когда человек приходит, покупает путевку, там 10 минимальной, даже 10 или 12 будет минимально. За это время человек может пройти полную перезагрузку сознания, подсознания и тела. То есть вы делаете новых людей. Да, да. Я их как бы рождает, они рождают у себя внутри 5D. А уже когда они дальше поют в свои дома, дальше их задача, вот то, что они там получили, теперь внедрить в свою жизнь. И все. А вот как сейчас люди могут повзаимодействовать с вами по этой теме? Например, кто-то хочет уже присоединиться, кому-то откликается, потому что это повсеместно сейчас происходит. Я знаю, и на Бали сейчас многие люди строят свои поселения, и европейское комьюнити, и русское комьюнити, и здесь это происходит. То есть это какой-то всеобщий файл, который спустился, и мы его распространяем. Потому что это план Бога, это как раз и будет, люди будут в определенных поселениях формироваться, как подобное к подобному. То есть кому интересно вместе общие планы, общие цели, то по каким-то задачам души. И вот такие вот будут поселения по всей земле. Я так вижу, что не будет каких-то разделений на государство, будет единая земля. То есть будет единая земля, единое государство, единая земля. Но это еще, наверное, далеко. И не скоро это будет. Но в принципе, вот как перспектива по плану Бога, оно к этому все идет. И в завершении того, что, допустим, вот даже тот же трансформационная программа, которую я сейчас буду пробовать вот в первом центре, она по сути, как мне говорили, что она потом будет международная. То есть могут любые города поставить такой же центр и помогать трансформации вот по этой системе. Все говорят правильно. все помогают, все вроде бы как бы и это надо, и это надо. Но это немножко хаотично. Почему хаотично? Допустим, если информация я смотрю, допустим, там гуру, учитель, он рассказывает, он правильные вещи говорит, и он говорит, что делать. но та, которая погрузилась в систему, которая начала с нуля и поднималась вот так вот с первой ступеньки, я понимаю, что он сейчас дает информацию с пятой ступеньки. А человек первую, третью, четвертую не прошел. Соответственно, будет результат, он будет поверхностный. Это в лучшем случае. Но ведь можно же поднять пласты из-под сознания, которые тебя накроют с головой, ты будешь трансформироваться. И это болезненно, и это ни к чему. Когда мы делаем все правильно, пошагово идем, то это все проходит в радости, в гармонии. Это никак не выбивает из кольей жизненной. То есть ты не меняешь образ жизни, ты как живешь. Это максимально комфортно проходить вот это обучение, и эта трансформация проходит очень комфортно. Я хочу напомнить, что внизу под видео, во-первых, у нас есть подарок. Вы можете оставлять свои комментарии, инсайты. Мы рандомно выберем победителя и подарим участие в курсе, в базовом. Это первое. Второе. Вы просто можете пройтись по ссылке и зарегистрироваться, чтобы пройти базовый курс. Там же можно и второй, и третий. Все ссылки, контакты Ирины я оставлю внизу под этим видео. А еще у нас есть подарок абсолютно для всех, кто сейчас смотрит это видео. Расскажите, пожалуйста. Ну, на самом деле, я счастлива поделиться. Это уже легендарная квантовая техника. которая в свое время меня удивила очень и продолжает удивлять всех людей, кто начинает ею пользоваться. В свое время, когда мы проецируем какие-то мысли, то есть я понимала, что есть мысли, мне нельзя так думать, но я не могла понять, а как перестать так думать. Мысли же не подчинялось мне. Она возникает из ниоткуда, из подсознания. Из подсознания пошел импульс матрицы. Эта мысль во мне разворачивается, проигрывается вся ситуация со всеми чувствами и действами, потом снова уходит в подсознание. Что произошло? Она наполнилась моей жизненной энергией и ушла в подсознание. То есть она наелась. Я хочу сказать, что когда мы о чем-то думаем, то все уже это знают, я знаю, о чем вы думаете, то вы наполняете жизненной энергией. Если вы заболели, не думайте о болезни, потому что болезни кормите. Думайте о здоровье, о том, как вы выздоравливаете, все замечательно. Тогда вы быстрее выздоравливаете. Это прямо вот четко так работает. И я думала, как же я слышу отовсюду, везде, надо управлять своими мыслями. Нужно думать позитивно, нужно думать позитивно. А как позитивно думать, если оно из ниоткуда приходит. И когда я задала правильный вопрос во Вселенную, пришел ответ в виде вот этой вот формулы. Во-первых, когда мы думаем негативную мысль, мы ее создали, мы наполнили ее энергией, своей жизненной энергией, и она пошла вокруг нас по оси. Вот есть наша ось горизонтальная, она пошла вокруг меня. Она обошла, собрала из пространства подобные такие же энергетические энергии, то есть такие же по вибрациям такие же энергии. И пришла ко мне и опустилась под сознание. Если это была хорошая мысль, окей, хорошо, нам реализуется хорошая ситуация. А если это был страх, то реализуется страх. Чтобы этого не было, мы говорим стоп. Почему они ее закрепили, такое название, формула стоп. Как только вы улавливаете негативную мысль, в этот момент стоп. Прямо эмоционально стоп. Мысленно все это делается. Стоп. Что происходит? Вот этот импульс, который пошел, он уже пошел круговорот начинать. Он раз и остановился. Он в этом месте остановился. Что делаем дальше? Мы его остановили. А дальше я говорю, я, Господи, забери это. То есть я обращаюсь не к какому-то Богу, который где-то сидит. Я обращаюсь к своему большому Я, к своему Богосознанию, моему, который находится на моей нити жизни, просто на верхних уровнях. Я нахожусь на уровне нижнем, а есть Богосознание, который находится на 12 уровне. Я ему говорю, забери это. Самой себе, высшей. Можно говорить так, можно говорить божественную Я, пожалуйста. То есть что я делаю? Господи, забери мой страх. Тут у меня просто в голове, подождите, диссонанс по поводу Бога. То есть Бога нет, есть только Я, есть общее, как это сказать, общее поле Вселенной. Оно и есть Бог. Источник. Это высший разум, который содержит в себе всю информацию всех миров. Мы называем это Бог. Информационное поле. Это разум высший, это высшее сознание. Высшее сознание мы называем Бог. Можно называть разум вселенский, творец, как создатель, как угодно. Это все одно и то же. Но мы являемся частичкой, частичкой вот этого вот источника. Мы маленькая частичка, голографическая копия большого, которая пришла в этот мир и воплотилась в тело. То есть сознание, душа, это энергия. А когда я прошу о чем-то, задаю вопросы, прошу меня благословить на то или иное дело, я обращаюсь сама к себе, получается? Ты обращаешься к своему высшему сознанию, к своему собственному Богу. А он уже дальше сам, как решает, как он это все решает, это уже не наша с вами задача. То есть он это не я. Я запуталась. Это посредник, это ты высшая. Для того, чтобы стать Богом, то есть нам надо пройти в пятое измерение и соединиться с Духом полностью, тогда ты будешь вот тем Богом, к которому сейчас обращаешься. Вау! Мне немножко непонятно, но вообще очень интересно. То есть у меня запутано. То есть обычно я себе представляю, что я прошу своих наставников, учителей Бога, как бы я представляю их немножко отдельным, такой группкой, которые такие, а, окей, сейчас мы твои все желания, твои запросы, сейчас идем реализовывать. А это я сама иду. все так, как ты говоришь, так и есть. Только вопрос, кто эта группка? А, я. Твои проекции высшего сознания. Вот это все на базовом. Знаете, вот если я есть вы, получается, да, я есть все, вот это, что меня окружает. Я и ты, мы можем, как бы у нас разные нити жизни. По твоей нити жизни, то есть ты, твоя душа, давай еще раз, твоя душа пришла из космоса, да, она пришла из, ну как бы, из источника. Она есть сгусток энергии высшего сознания и высшего разума, который и наделил сознанием тело. Это энергия высшего разума, и это есть уже источник. Только в мини-проекции, потому что, если бы в том, в том виде, как он есть, сюда тело бы сгорело. Поэтому, когда, я сейчас рассказываю, кстати, базовый курс, когда частичка души опускается в это пространство, чтобы снизить вибрации и не сгорело тело, ей она вынуждена что делать? Она оставляет частичку света на разных уровнях. И на всех уровнях она оставляет свой свет, для того, чтобы быть доступным к телу, чтобы тело приняло ее и тело не сгорело. Но при этом она себя поделила на кусочки. При этом, когда высшее выходит только оттуда, это высшее измерение, это божественное я. А дальше это и учителя, и наставники. Ниже идем, архангелы, еще ниже, ангелы, ангелы-хранители, они там по разным категориям. Это все твое высшее я, это высшая часть твоего сознания. Поэтому, с одной стороны, и правильно, но с другой стороны, более конкретно, вот это понимание самих себя, это базовые знания. Нужны же они, согласна? Очень интересно. Потому что это не просто дает тебе новую информацию. Вот сейчас у тебя это расширяет твое сознание. А на каком уровне ты мыслишь, на таком уровне ты и живешь. Соответственно, когда ты понимаешь, что ты ни от кого не зависишь, все в твоих руках. И даже к кому ты обращаешься, ты обращаешься к своему высшему разуму. Ты к самой себе обращаешься, потому что ты сюда пришла, ты заикарилась. Все. Мы все пришли на одинаковых условиях. Ой, вы знаете, мне даже интересно, пришла идея батюшку бы сюда посадить, и что бы интересно сказала бы, религия традиционная, да, церковь. Все религии, которые на сегодняшний момент здесь, они все несовершенны. Они все так или иначе искажают законы космоса. И сейчас как раз тот переход, который будут совершать все, не только люди, организации, государства, но и религии, они тоже будут совершать переход. Потому что все то, что сейчас они транслируют, это было 2000 лет назад. Но извините, много очень противоречий у них у самих. С одной стороны молитва это энергия, но с другой стороны энергии не существует. Как это так? Я сейчас никого не сужу, боже упаси, пусть меня религиозные люди поймут правильно, мы просто как бы рассуждаем. Здесь на самом деле я сама религиозная, сама хожу, и на базовом даже есть специальная техника для тех, кто может пойти другим путем и освободиться от матрицы 3D, потому что там даже есть такое понятие родовые проклятия. Так вот, их можно снять на базовом курсе. Да, это есть конкретные программы родовые, а это все, то есть там все это вот, это вот база, без которой куда-то двигаться дальше нельзя, пока ты не понимаешь, а кто ты, а что ты, и что там у тебя внутри, распознай, получил кучу инструментов, с которыми потом просто продолжаешь работать. Так вот, начнем. Мы с вами не закончили про технику стоп. Вернемся к формуле стоп. Да, да, да. Еще раз, смотрите, теперь мы, это важный вопрос, хорошо, что ты его задала, потому что было бы непонимание, как это я к самому себе, я же, я сейчас, знаете, что вспомнила, я помню свой ужас, когда впервые я работала и на тонком плане, я в работе соединилась с богиней, по-моему, Лакшми была, богиня Лакшми, она такая вся, и такая хлоп со мной соединяется, я понимаю, что я уже богиня Лакшми, я выхожу из медитации, у меня слезы градом, глаза вот такие, я напуганная, говорю, как я посмела причистить, как я посмела подумать, что я и богиня, это одно и то же, вот понимаете, вот это работают фильтры, вот это работа фильтров, не дай Боже, а ты и есть богиня, а ты и есть источник, просто ты сейчас на этом уровне сознания, но на базовом, когда вот система квантового перехода, она нам для чего и дана, вот мы проходим все пять курсов, и мы вот эти все свои слои высшего сознания, мы соединяемся, в 5D мы можем войти только целостными, я не могу прийти разделенной с самой собой, я должна сама прийти в целостность, душа разделялась, и теперь ее эволюция состоит в том, чтобы соединиться назад, мы здесь живем для того, чтобы соединиться с самим собой и стать здесь богом на земле, вот эта система квантового перехода, это и есть 5D. Знаете, что мне нравится, что на самом деле я эту историю не первый раз слышу, но другими словами, то есть о ней много кто говорит, у каждого своя аудитория, и я сейчас вижу, что просто мы рассказываем об одном и том же, транслируем одно и то же, разными словами, но чтобы как можно больше людей узнало правду, чтобы вышло в свою правду и соединилось с собой. Ну, на самом деле, я же говорю, источник один, мы, я принимаю, кто-то еще принимает, потому что я обучаюсь только из источника, я нигде ни у кого не училась, кроме государственного образца, психолога, педагога, потому что, ну, нельзя по-другому, да, а на самом деле, я сколько раз убеждаюсь, то есть я вижу, и другой человек транслирует то же самое, другими словами, но у него другая начинка, у него другой опыт, и, соответственно, немножко по-другому, другая грань, разные грани одного и того же. Продолжим, получается, когда я подумала о страхе, то есть у меня возник страх, ну, допустим, страх смерти близкого человека, сейчас такое время, или там страх потерять денег, что я не смогу заработать, или там у меня потеряю работу, любая негативная мысль, которую вы испытали, вы говорите, стоп, господи, забери это, и вот здесь важный момент, здесь и сейчас, это ключ, здесь и сейчас, потому что, если я могу взять только сейчас, стакан с водой, да, я не могу его взять завтра, я не могу его взять вчера, я могу его взять сейчас, вот я сейчас буду думать о том, что я делала минуту назад, или я буду думать, о чем я сейчас скажу, это уже прошлое и будущее, а мне нужно произвести перед загрузку, перепрограммирование в моменте только сейчас, поэтому, когда я говорю здесь и сейчас, в этот момент, мое сознание погружается в настоящее время, и вот тут, еще одно ключевое слово, я выбираю, у нас из семи законов, есть такой закон свободной воли, который вселенная, в обязательном порядке, будет исполнять, особенно, когда вы говорите ключевое слово, я выбираю, и вот здесь, я выбираю, если допустим, я отдавала страх, смерти близкого человека, то я говорю, я выбираю долголетие и благополучие моего мужа и так далее, или там по работе, я выбираю благополучие в работе, или я выбираю финансовую свободу, что происходит, вот та матрица, импульс из подсознания, посылает импульс, мы ее улавливаем в мысли и отправляем на зачистку, то есть, вот это вот сознание Бога, нашего, это же истинная любовь, как любой свет, высокочастотная энергия всегда поглощает низкочастотную энергию, и там просто без вариантов, я сказала забрать, это я ее создала, эту энергию, она мне подчиняется, и она вместо того, чтобы по кругу собирать себе подобных, она отправляется по нити жизни наверх, там она становится чистой любовью, то есть, она потенциальная, позитивная энергия, она никуда не придет, она назад вернется, так же, как отсюда она возвращалась, так же она оттуда вернется, и когда она возвращает, я на этот чистейший потенциал говорю, я выбираю благополучие семейное, или я выбираю изобилие, все, все, я запрограммировала свое подсознание, что я сделала, я ту матрицу, которая выскочила, нос высунула, я ее взяла и трансформировала, следующая выскочила, я ее трансформировала, и так, там тысячу раз в день, пожалуйста, сколько угодно, но через некоторое время я заметила, что у меня появилось такое, у меня в голове получилась тишина, я иду на работу, хорошо помню этот момент, я иду на работу, но при этом я в голове тишина, я чувствую какую-то некомфортность, непривычность, состояние, я такая, так, что не так, и у меня было ощущение страха, что я отупела, то есть у меня все, у меня там ничего нету, пусто, я иду такая остороженная, прихожу, а у меня запись, консультация, я такая, окей, начинаю работать и понимаю, что круто, круто, нету помех, нету информационного шума, грязи, мусора, есть конкретный вопрос, вселенная слышит меня четко и ясно, она дает мне информацию четко, ясно, у меня нету никакого фона, было таких столько много случаев, когда я получала информацию буквально мгновенно, я не знала об этом, я говорю, потом проверяю, так и есть, то есть я четко получаюсь информационного поля, так вот, это не только я могу, это каждое у нас, у всех заложено в нашей структуре, в нашем, скажем, происхождении космическом, заложено все это, и ваша задача только применять эту формулу стоп, мы формулу стоп и инструкцию к ней, как ее, использовать, и описание еще раз, мы приложим по ссылке под видео, и здесь важно понимать, что когда вы постоянно ею пользуетесь, ваше ментальное тело, во-первых, какая польза от нее, ментальное тело очищается полностью, от негативного мусора, всякого, да, вы получаете позитивное мышление, потому что вы, знаете, это как у собаки Павлова, уже надоедает переделывать каждую мысль, и ты начинаешь думать сразу правильно, поэтому появляется позитивное мышление, вы перестаете реагировать на мир враждебно или ожидать чего-то плохого от мира, вы становитесь свободнее, приходит равновесие и состояние вот этого вот, доверия, вот это огромная польза, и эта формула вам в подарок, пожалуйста, пользуйтесь, я знаю, что возможно кто-то уже является моим подписчиком и вы уже пользуетесь этим, напишите в комментариях, как это вам помогает, как оно у вас работает. Благодарю вас, Ирина, за такое познавательное, чудесное интервью, я очень рада, что у нас будет с вами еще второе интервью, где мы продолжим нашу беседу, и поэтому, друзья, оставайтесь на связи на следующем интервью. Пока!